Общевойсковой защитный комплект состоит из плаща, чулок и перчаток. ОЗК надевают вместе с респиратором или противогазом, чтобы защитить организм от попадания отравляющих веществ и радиоактивной пыли. Каждый военнослужащий должен успеть надеть весь комплект за определенное количество времени. Участникам военных сборов необходимо было запомнить последовательность действий. Письма должна находиться с наружной стороны. Вот таким образом. Вот правый и вот левый. Одевая правый чулок. Самые смелые даже попробовали надеть защитный комплект самостоятельно. Десятикласснику из 11-й школы Дмитрию Юфтайкину повезло. ОЗК ему приходилось надевать на Олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности. Диме удалось одному из первых правильно застегнуть все необходимые детали. Полученные на сборах навыки старшеклассник планирует применить на службе в армии. Узнать, что нового в воинской части происходит. И что жизнь, понять жизнь. Солдат. Ученик пятой школы Сергей Миронов пока не решил, стоит ли ему начинать карьеру в вооруженных силах. Но юноша точно уверен, что служба в армии – дело полезное. Это большая ответственность. То есть это уважаемые люди. Ну, что еще? Ну, хорошее здоровье – это точно. Военные сборы для старшеклассников проводятся в нашем городе с 2002 года. За несколько дней школьники получают полезные практические навыки, которые пригодятся им не только на службе в армии, но и в жизни. Они будут сильны духом, сильны телом, эмоционально будут закалены. И практические навыки – некоторые пойдут служить в армию, кто пойдет дальше по военной стезе. И данные навыки являются отправной точкой. Будут иметь уже тот стержень, который может понадобиться в дальнейшей жизни. Как профессиональный, так и мужской, так и как член семьи, и как мужчина. В первый день военных сборов будущие защитники Родины узнали, что такое строевой шаг, попробовали разобрать и собрать некоторые детали оружия и познакомились с жизнью стрелковой роты. Дарья Цварыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.